Здравствуйте, дорогие зрители. Готовьтесь. У нас сегодня сплошные разводы и выяснение отношений. Ой, ну не живется людям тихо-мирно. Хочется им чего-нибудь такого остренького. Ну что, приступим. Итак, разводятся Антонио Бандеров и Мелани Гриффи. Инициатором стала Мелани. Она объясняет свое решение непреодолимыми противоречиями в браке и настаивает, чтобы ей передали опекунство над их с Антонио общей дочерью. Ну, скажем прямо, в этих делах она дама опытная, как-никак четвертый развод. А у скромняги Антонио всего-навсего второй. Он развелся с актрисой Анной Лес для того, чтобы жениться на Мелани по большой любви, как говорится. Слухи об их разногласиях ходили уже очень давно. В прошлом году пара была на грани разрыва, но Бандерас сделал все, чтобы семью сохранить. В чем там проблема была? Ну, во-первых, Мелани ужасно ревнивая. То есть, как только у него какая-то новая роль была и там была актриса посимпатичнее, говорят, что, в общем, сцены, которые Мелани закатывала супругу, были ужасающими. Ну, и вторая причина – это то, что очень много у Мелани было вредных привычек. В общем, скажем так, что их было столько, что хватило бы на небольшую клинику для нарко- и алкогольно-зависимых. И Антонио потратил очень много времени и очень много средств для того, чтобы супругу из вот этого всего вытащить. Ну вот, а теперь в благодарность получай по шесть гранатов. Разводы. Ну что, за Антонио, в общем, таких скандалов особых не водилось, проступков он никаких таких не совершал. Во всяком случае, об этом не писали. Если не принимать во внимание, вот последнее интервью актера Эмманола Айеса, который поведал публике, что в молодости он и Антонио совместно посещали сауны для геев. Ха-ха-ха. Эмманол сказал, что ничего особенного в этом не видит. Туда ходили не только геи, но и мужчины традиционной ориентации. Вот возникает идиотский вопрос. А для чего вообще все это говорилось? Для того, чтобы бросить тень на знаменитого актера. Для того, чтобы как бы сказать, а вот мы вот с Антонио, да? То есть мы пахали, как та муха, которая сидела на рогах у буйвола. Вот для чего вообще, да? Хотелось сделать намек на толстые обстоятельства. Или как это называется, чтобы разговор поддержать. В общем, непонятно. Короче говоря, пропустил мужик возможность промолчать. Такие вещи как бы надо все равно продумывать. Чего говорить, чего нет. Вот Габи Спаник, например, тоже, да? Где-то что-то болтануло. А последствия были не ахти какие. Она якобы сказала, что Хулян Хиль когда-то предлагал ей секс втрою. Третьей должна была быть Марджори де Соуса. Уф, Хиль громко возмутился. Назвал Габи сумасшедшей. Он сказал, что я даже не представлял себе, что она такая чокнутая. Уф, она чокнутая, сумасшедшая вообще, дура-идиотка. Но я ее прощаю, потому что что с дурой типа взять. Через некоторое время он как бы одумался и написал в Твиттере своем официальном, что хочет все спекуляции на эту тему прекратить. Никакого неприличного предложения. Третьей будешь он Габи не делал. Потому что отношения у него с Габи сердечные и очень дружеские. В общем, ребята, давайте как бы проехали уже. Ну, остается понять, а что на самом деле было-то. Говорила она это или не говорила. Поскольку сама она комментариев не дает. А пресса, где все это появилось, это появилось в одном из блогов весьма уважаемых, весьма читаемых. А пресса уверяет, что да-да-да, вот все это интервью было правдивым. Ну, господи боже мой. С одной стороны, это в общем черный пиар. Сами знаете, любой пиар хорош, кроме некролога. И Габи это обстоятельство использует всегда на всю катушку. С другой стороны, и Хилю пропиариться тоже повезло. Потому что он это дело у нас любит. Короче, всем приятно. И Габи хорошо, и ему приятно. И про Марджори не забыли. Сейчас как раз в связи с ее новой ролью. Всем хорошо. А вот кому сейчас плохо, так это Касперу с Марту. Потому что окончательно они расстались с Дженнифер Лопес. Он покинул ее дом. Прошла любовь с ее стороны. Поскольку он сам уверяет, что он ее любит. И детей ее любит. И уходить в общем не хочет. Но вот так вот получилось. В общем, он собрал все свои вещички. Собрал все ее подарки. И ушел. Ну, скажем так, что все то, что она ему подарила, стоит достаточно долго. И если у него не будет ни работы, ни средств существования, первое время он может совершенно замечательно продавать то, что она ему дарила. Ну, что там у него? У него там Бентли. У него там Додж Рам. У него там Джип. У него там два дорогущих мотоцикла. Ну, в общем, неплохие отступные. Я бы хотела так сказать. Дженнифер, женщина не скупая, прямо таки скажем. Продолжается история с Уильямом Леви и Химиной Невареттой. Ой. Ну, это вообще сказка. Это просто сказка. Там концов, конечно, не найдешь. Кто там прав, кто там виноват. Ну, в общем, сейчас я хочу изложить версию Уильяма Леви. Да, поскольку издание ТВ Нотас опубликовало фото эти, которые были сделаны в Майамской гостинице, где встретились наши два голубка. И говорят, что Элизабет Бутиерис была просто вне себя, когда эти фото увидела. То есть там, говорят, скандал он скандал. Она от него требует объяснить, каким таким образом он оказался в этом отеле, и почему его там фотографировали, и почему он там с Химиной целовался и все такое прочее. А Леви говорит, что ничего не было, что Химина его просто пригласила поговорить о работе. Она хочет в Голливуд, она хочет, чтобы он ее проконсультировал. Ну, уже смешно, да? В общем, нашла у кого консультироваться. Ну, что же надо соображать? Вот тебя зовут вот в такой вот цели. Ну, ты-то сам-то себя трезво вообще оценивай. Звезда Голливуда, блин. Потом он с ней наедине не оставался ни на минуту. Там постоянно были люди, постоянно были там еще какие-то их знакомые. Она к нему, в общем-то, в какой-то момент полезла обниматься, целоваться. И тут, значит, эти самые папарацци, как выскочат, как выпрыгнут, как нафотографируют. Он, потом он говорит, что, в общем, она все это совершенно специально придумала. Что все было подготовлено заранее. Папарацци были предупреждены, сидели там в засаде. Он вообще ничего такого не планировал. Ну, короче говоря, он назвал ее сумасшедшей, которая все делает для пиара, для рекламы. И, в общем, он в ужасе. Ну, какие тут выводы можно сделать? Ну, кто-то пересмотрел теленовелл. Уж не знаю, кто из них, да. Если эта химина такую штуку устроила, то явно она как бы оказалась натурой впечатлительной. И съемки в новелле на нее произвели невгодимое впечатление. Она решила действовать, как вот сериальная негодейка. Если Леви свою жену, мягко говоря, в заблуждение вводила, ну, тоже как-то не очень это умно. Хотя есть там кое-какие доказательства того, что вполне вероятно это была подстава. И что не все фотографии были сделаны в этом отеле. Потому что там какие-то нестыковки в нарядах Химены есть. Ну, что? В общем, очень жаль. Жаль, жаль и Уильяме, если честно. Жаль и Елизабет. Потому что у них двое детей. Потому что у них, в общем-то, семья. И вот такие вот вещи. Не знаю. Если Химена это действительно все вот так вот придумала, да, ну, можем сказать, что девушка, она не очень хорошая. Ну, и последняя у нас с вами новость на сегодня. Приятная. Вот для разнообразия. Не все же, в общем, всякие гадости обсуждать, правда? Похоже, что Рафаэль Амайя скоро жилится. И похоже, что он у нас будет отцом. Он сказал, что если его невеста Анхелика Силая ответит ему «да», то они сразу же пойдут к Алтаме. Ну, вот молодцы. Вот это мы хвалим. Пара красивая. Почему бы и нет, да? Будет прекрасная семья. Желаем им всяческого счастья и успехов. Вот и все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал, конечно же. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok